Всем привет, друзья! С вами Дмитрий Калинин. На днях вышло дополнение к замечательной игре No Man's Sky под названием The Abyss, что в переводе на русский обозначает бездна. В игру добавили морские, наконец-то, локации. Ну, они, конечно, были, но они, как вы помните, были очень какие-то судазные, неинтересные. Вообще, рыбы похожи были на птиц, и трава была что на земле, что в воде примерно одинаковая. Итак, и добавили здесь новую миссию. Вот, похоже, она как раз и начинается. Итак, они покинули нас. Обязан следовать за ними, но я знаю, чем это все кончится. Если кто-то слышит, двигайтесь к моим координатам. Найдите это место и постарайтесь обезопасить его, если я не вернусь. Прошу ввести координаты. Мой звездолет обрабатывает координаты из сообщений знакомства. Сообщение сильно повредилось со временем, но координаты, похоже, верные. Итак, сейчас, я думаю, нам даст какую-нибудь... Да, вот я вижу, что-то дали нам. Это капсула. Установлены координаты трансляции. Вот, координаты трансляции. Мы сейчас полетим туда и, походу, немножко соберем третий. У меня кончилось топливо для моих фрегатов. Смотрите, добавилось новое DLC, называется «Сны о бездне». Итак, мой звездолет перехватил странный сигнал, запись, в котором мало что удается разобрать из-за шума воды. Похоже, это сигнал бедствия, но из-за нехватки информации мне удается лишь определить координаты места, откуда он был отправлен. Пожалуй, стоит этим заняться. Полетим к этому месту, посмотрим, что же случилось. Как я сказал, в игре «Номэнскай» добавили новые дополнения. Посмотрим, чего нового появилось. И сейчас я ускорюсь. Погнали. Все. Мы на гиперзвуковой скорости приближаемся к координатам трансляции. Почему я решил записывать это видео? Ну, я посмотрел как-то очень мало русскоязычных обзоров на игру «Номэнскай». Они такие поверхностные, неглубокие. Я же в этой игре разобрался довольно глубоко. У меня наиграно больше, чем 500, там, 50, кажется, часов. Можно посмотреть в «Стиме», в моем аккаунте. И я полюбил действительно эту игру. Знаете, игру я эту не покупал в 2016 году. Ну и слава богу, потому что, как мне рассказывают мои друзья, она была очень неинтересная, какая-то пустая. А я купил ее в июле этого года с дополнением «Некст». И действительно залип здесь на долгую. Очень интересные миссии, интересные путешествия. Сейчас мы посмотрим, что здесь в координатах трансляции. Летим. К сожалению, я не посмотрел, что это за планета. Ну, какая она, радиоактивная или горячая. Можно, конечно, было взлететь. Сейчас посмотрим. Так, так, мы не определим. Ладно. Так, опа. Интересно. Садимся пока на земле. Хотя, как я вам напоминаю, так, бесплатная парковка, что это дополнение вносит морские локации. Но начнем, как говорится, все на суше. Входим в это здание. Новое открытие. Открыл я эту планету. Искаженный голос. Журнал такой-то. 407 солов с момента пробоина. Смотрите, люди жили больше года. Хотя неизвестно, как идет год на этой планете. Может быть, планета вообще не крутится, и 407 солов — это там один день. Так, погнали. Если вы это слушаете, значит, вы нашли наш последний журнал. Я оставляю это сообщение в память о моих погибших друзьях и в назидании всякому, кто может последовать нашим путем. Где-то в глубине души я не перестаю надеяться, что кто-то меня найдет. Но все же, молю, не ищите меня. Знаете, это меня напомнило, как в фильме «Чужой», когда Сигурни Вивер, ну, для того, чтобы на землю к человечеству не проникли чужие, она говорила там «Не ищите меня, убейте меня, пожалуйста». Вот это вот тоже какое-то зловещее такое сообщение. Вот, даже написано «Пугающее сообщение заканчивается». Я замечаю, что незнакомец оставил после себя модуль улучшений для аэрационной мембраны. Взять этот модуль улучшений, я забираю его. В служебной истории модуля я нахожу серийный номер корабля и его бывшего владельца. Возможно, мне следует отправиться за ним. Ага, мне дали «С» — модуль подводной защиты. И если я не ошибаюсь, у меня как раз подводной защиты в скафандре пока еще нет. Я как-то не любил под водой плавать. Так, да, у меня только радиационные, горячие и холодные. И... Так, у меня что, две радиации, что ли? А, нет, это токсичная, а это радиоактивная. Давайте поставим сюда «С»-очку. А это очень вовремя. Так, наполняется он чем? Кислородной камерой, кислородом, гелем. Ну, у нас все это есть. Кислород. Все, мы здесь... Ну, что тут еще можно взять? Ага, в помещении больше ничего нету. Погнали в наш звездолет. Немножко соберем. Ну, уже, не знаю, такая привычка у меня. Если я вижу рядом... Ага, прилетел. Иди отсюда, не трогай меня. Так, экстремальные условия. Могут улучшения содержат данные о своем бывшем хозяине. Используйте «С», чтобы найти предыдущего владельца. Взлетаем. И ищем предыдущего владельца. Так. След сигнала звездолета установлен, и он находится вот здесь вот. Так, он у нас вне планеты. То есть придется взлетать и лететь на другую планету. Так, вот эта планетка. Сразу давайте ее посмотрим, какая она. Эх, какая жаркая планета. Соланий, натрий, фосфор, медь. Ну, медь встречается, как вы знаете, на всех планетах. А другие минералы и растения встречаются в зависимости от того, какая именно эта планета. Вот здесь вот нам досталось жаркое. Ну что ж, полетели на жаркую планету. Сейчас мы заправим немножко звездолет. А у нас и так все хорошо. Вот тут вот немножко заправим. Пока летим. Ну что вам можно показать? Давайте покажу свой звездолет. Я люблю звездолеты класса. Вот такие вот полугрузовики. Они, наверное, тогда они так и называются тягачи. Вот. Я их прокачал. У меня тут и дальность хорошая, и маневрность хорошая, и урон хороший. Я бьюсь с врагами практически. Не помню, я вроде ни разу даже не умирал. Так, мне не летим не туда. Остановись. Блин, мама. Успел. Вот. И мне чем нравится? Здесь можно много напичкать всякой всячины, а не как вот этих вот звездолетах. Как они там называются? Во-первых, класс С мне нравится, что он часто бывает глючит. Например, когда я выполнял миссию... Не Аполлона, как бы. Миссию... Атласа. Миссию Атласа. У меня несколько раз зависала игра и проваливались в текстуры, когда я садился на станции Атласа, высаживался. Поэтому я сменил этот С-класс. Я им даже, кажется, продал, да, и ухода у меня нет, и больше. Вот. И вот себе взял такой А. А еще в С-классе, вот в этих экспериментальных, мама. Что такое? Ага, мы на море прилетели. Вот он, наконец-то, этот морской DLC и появился. Так. Ну, конечно же, на море я сесть не могу. Но должен быть какой-то остров, в котором я сейчас приземлюсь. Неужели нет ни одного рядом острова? Да ладно, ребята, вы шутите. Сейчас взлетим немножко, посмотрим вокруг. И доплывем. Что же делать? Вот, есть остров. Может, еще ближе есть. Так. Вокруг островов. Вон еще впереди есть островок. Какой-то. И вот еще какой-то островок. Давайте сюда сначала приблизимся. Это не островок нифига. Взлетаем. Вот. Нормальный остров. Здесь можно приземлиться. Эх, тут даже какие-то кристаллы парящие. Все, садимся. Посмотрим, что это за кристаллы. В начале игры, конечно, я их собирал. Было интересно. Там всякие натрии, ураны, кислороды. Так, здесь у нас что? Кристалл углерода. Недестабилизированный натрий. Ну, у меня это всего уже навалом. Вот, я вижу это место. До него всего 300 метров. Доберитесь до корабля незнакомца. Ну что ж. Наше подводное путешествие начинается. Прыгаем в воду. Попробуем сначала максимум долететь. Не хочется. О, ножки. Ох ты, смотрите, какой... Вау, как изменили подводный мир-то. Тут теперь настоящие... Ох ты, ты дерешься, мамочки. Так, берем какую-то жемчужину взяли. Я так понимаю, сейчас еще раз могу взять ее. Ага. Так тут теперь много всего. Цитофосфата какие-то. Берем. Так, сначала проанализируем эти растения. Смотрите, как много всего добавили. Цитофосфат берем. Рыбки, рыбки, вы где? Так, стоять. Эх ты, рыбки даже похожи на настоящих рыбок. А не как было раньше. Там какие-то... То ли были птицы, то ли были какие-то кролики непонятные. Сейчас все супер. Так, здесь смотрим, что за растения. Наверное, какие-то новые... Кстати, вот цитофосфат я только что какой-то собрал. Мне кажется, его не было. Давайте посмотрим быстро во своем инвентаре. Да, цитофосфата не было. Жемчужины тоже не было. Это все добавили новое. Прикольно. Собираем быстро цитофосфаты. Вот. Я думаю... Ну, а они кусаются, мама. Так, убиваем их. Игру я прохожу впервые вместе с вами. Поэтому мне все в новинку. И эти мои настоящие искренние удивления. Не знаю, он, кстати, хоть дорогой или нет, этот цитофосфат? Нет, он, к сожалению, не очень дорогой. А отстаньте от меня, медуза. Я вас... Если вы от меня не отстанете, придется вас убить. Я не хочу убивать животных. Да? Какой-то бессмертный. Соль. Ну, давайте соль соберем. Ферритная пыль. Так. Соль, ферритная пыль. И опять они плывут, мамочки мои. Отстаньте от меня, не трогайте. Отстаньте от меня. Блин, это что, подводные наблюдатели, что ли? И все, поплыли, да искать, что же там, наконец-то. О, у меня кислород уже заканчивается. Что-то я сильно увлекся этими какими-то мирами. Но действительно, первый раз, когда вот так опускаешься в подводный мир, он действительно впечатляет. Раньше помните, какая-то была лужица. Там плавало непонятно что. Минералов, конечно же, никаких не было. Никаких цитофосфатокритического уровня кислорода, мама. Может, там что-то будет. Какая-нибудь капсула, какой-нибудь батискаф. Надеюсь. В рекламе, когда я смотрел, там была какая-то подводная лодка. И, надеюсь, сейчас мне их быстро дадут. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Ну, а что я туплю-то? Давайте зарядим его кислородом. И поплыли дальше. Все, и будем дышать. У нас кислорода мерено-немерено. Ну, пока плывем, соберем этот цитофосфат. Водорослевые мишки. Во, какой-то батискаф стоит. Смотрим. Хлор. И с чем он этот хлор? Вообще, зачем нам хлор? Раньше, вот когда летом я начал играть, хлор был очень дорогой. Я на нем сделал кучу денег, когда продавал. Но потом понял, что все равно, как бы, миллионы, сотни миллионов на этом не сделаешь. Поэтому я стал просто перепродавать товары. Покупаешь на одной базе, там те же, например, технологические модули, продаешь на другой. И сейчас у меня почти миллиард этих юнитов. Так, давайте заплывем, посмотрим, что это. Это не батискаф, это какая-то камера. Возможно, это просто кислородная камера. Я знаю, что водолазов. Да, это кислородная камера. Здесь можно подышать. Есть такие, действительно существуют. Кислородные камеры. Но нам интересно. Ого, звездолет, какой он. Б-класс. Жаль. Не крутой. Так. Журнал такой-то. Четыре соло с момента пробоины. То есть, это, похоже, самое-самое начало. Там, помните, было 400 с чем-то, здесь всего лишь 4. Угу. Большинство членов экипажа погибло. Разгерметизацию смогли пережить лишь те из нас, кто уже был облачен в скафандры. Нам еще повезло, что малые суда успели отойти пораньше, чем схлопнулся основной корпус. Ни на одном из наших звездолетов нет гипердвигателя. Думаю, мы могли бы извлечь нужные чертежи из базы данных нашего грузового корабля. Правда, он, похоже, погрузился на самое дно океана. К счастью, у нас есть чертежи нау-ти-леона. Почти как нау-ти-лус. Нау-ти-леона. Ну, понятно, что это будет подводная лодка. Загрузить чертежи нау-ти-леона. Ага, нет. Это так же, как вот дали недавно мотоцикл, пилигрим. Так же теперь нам дают ангар нау-ти-леона. Нужны 5 металлических обшивок. Кристаллический сульфид тоже, кстати, такого не было. Вещества кристаллического сульфида. Ну, соль вот, смотрите, не зря мы соль все-таки собирали. Так, посмотрим, может быть здесь что-то под водой. Новенькое появилось. Просто скопление на ней-то вдают. Ничего даже вводить не надо. Вообще, смотрите, локации, похоже, что взяли просто земляную, обычную локацию и поместили ее на дно океана. Кто проживает на дне океана? Так. Что у нас тут за звездолет? Это путешественник. Ну, так себе. Тут особо брать-то ничего. У меня, конечно, лучше звездолет. И на звездолете не полетаешь под водой. Не поплаваешь. Так, нам помните, что там нужно? Нам нужно 5 металлических решеток. Давайте пока, чтобы не терять зря время, зайдем вот в эту кислородную капсулу. Сделаем все и создадим свой первый подводный флот. Итак, построить наутилон. Наутилон называется. Чертежи подводной лодки, чтобы запустить подводную лодку. Погнали. Значит, нам нужно 5 металлических обшивок. Раз, два, три, четыре. Да ладно, прикалываетесь, что ли? Что там не хватает? Ферритной пыли. Так, ладно. 5 металлических обшивок. Не получилось. И какой-то кристаллический сульфид. Так, смотрим, что еще тут появилось у нас. Это было, это было, 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 было. Здесь, похоже, ничего. Вот, морское убежище. Вот, жемчужину мы собирали для того, чтобы делать морские убежища. Стекло еще, правда, нужно, но стекло это не проблема. Из морозного кристалла его, например, можно сделать. Усилитель сигнала. Так, здесь все то же самое. И посмотрим быстро. Вот, наутилон. Это вездеходы. Вот, пилигрим мотоцикл, который добавили с предпоследним уже обновлением, потому что сейчас это последнее. Ну и три стандартных вездеходы. Я, кстати, не люблю вездеходы, что-то они мне как-то не нравятся. Но знаю, что вот у меня друзья только на вездеходах и катаются. Особенно, когда мотоцикл добавили, пилигрим. Там они просто теперь только на мотоциклах рассекают. Никаких звездолетов. Так, нам нужно искать ферритную пыль. Где-то. Это вот тут что у нас? Эй, лё. Дигидроген хлор. Ферритной пыли. Есть, интересно, под водой ферритная пыль? Дигидроген хлор. А тут чего? О, ферритная пыль. И заодно и соли. Там соль у нас, правда, была, но она тоже здесь используется в подводном мире. Так, ферритная пыль. Сейчас мы быстренько всё соберём. У меня хороший расщепитель. Я слетал на планету, наверное, как вы все знаете. Есть специальные координаты планеты. Так, ещё не, блин, что так мало ферритной пыли? Ну а тут, потому что основное это соль. Поэтому ферритной пыли будет по копеечке. Да, это плохо. Надо искать чисто, чтобы было. Вот так, смотрим, что здесь. За подводный мир, интересно, много дают? Ну, за камни обычно 200 дают. Так, и тут тоже 200 дают. То есть здесь ничего не изменилось. С этим опять этим медуза такой. Блин, смотри, прям они на меня. Хотя нет, вот они уплывают, когда понимают, что я боюсь. Они тоже, видимо... Нет, всё-таки атакует. Лучше их всё-таки убивать. Ну что, что будешь творить-то? Ладно, так мы фиксы берём тут этого. Много они? Ну, совсем немного, пусть. Вот ещё ферритная пыль. Да, так, конечно, я буду собирать очень долго. На землю, что ли, сгонять побыстрее? Да, идите его отсюда. Смотрите, когда их много-то, то и нехило так бьют. Кислород, блин, кончился. Под водой работает реактивный двигатель. Очень прикольно, конечно. Всплываем. Так, где там мой остров? Вот мой остров. Смотрите, сколько новых рыбок. Блин, они все настоящие. Кальмары теперь плавают. Ну, вообще классно. Так, стоп. Интересно, они кусаются? Вы знаете, что добавили... Я давно мечтал, чтобы добавили на земле, чтобы животные на тебя нападали. Ну, некоторые животные, чтобы на тебя нападали и кусались. Панцирная устрица – это то, что мы с вами брали. А нам нужен... Я уже металлические обшивки сделал. Нам, смотрите, что нужно. Нам нужно с вами кристаллический сульфид. У меня есть подозрение, так как это... Ну, все-таки, согласитесь, игра такая, ближе к казуальному, что он должен быть где-то здесь на дне, этот кристаллический сульфид. Поэтому ищем его. Так, это вот что у нас? Цитофосфат, углерод. Цитофосфат мы уже набрали. Кристаллический... Во! Дегдроген. Где нам взять этот кристаллический сульфид? Ну, не лететь же на другую планету, чтобы его искать. Ну, я не верю, что так сделали разработчики. Так, покрытый плесенью. Весь покрытый плесенью, абсолютно весь. Вот, может быть, это... Ну, это на углерод похоже. Скорее всего, это углерод будет. Да, это углерод. Смотрите, просто очень много перенесли с земли. Вот, что это? Затопленная реликвия. Так, я начал умирать. Еще кислородика прибавим. Да где же нам брать этот вот кристаллический сульфид-то? Углерод, азот. Во! Смотрите, я же говорю, кристаллический сульфид должен быть где-то на дне океана. Так, поплыли туда. Панцирная устрица. Так, что это у нас за кристаллический... Ага, вот такой вот камень, в котором есть кристаллические сульфидики маленькие. Ну что, землетрясение похоже на что? Мама, меня тут... Да, это какие-то выбросы. Елки-палки. Надо быть аккуратнее, когда берешь кристаллический сульфид. Сейчас мы стрельнем, она откроется, берем жемчужину. А, да блин, ну как... Жемчужины тоже панцирные эти устрицы бьют оружие разряженным. Как всегда, стандартно. Следи за оружием, заряжай его вовремя, и всегда будешь жив. Берем это раз. Ну, возьмем, я не знаю, сейчас парочку штук. Вот как раз тут парочка штук. Раз. Ох, не успели. Отплываем. А то они кусаются, как вы теперь знаете. И... Тут вот еще где-то был один. Вот он. Давай, давай, быстрее бери. Уходи отсюда, сейчас куснут. Так. Сульфид, сульфид. Или мы, может, уже набрали этого сульфида навалом, чтобы построить? Нет. Еще не набрали. Это надо 4, а я взял 1 или 2. 2, кажется. К сожалению, не видно из-за русской локализации. Вон, еще вижу. Так, ого. Так, реактивный у меня работает ранец под водой. Прикольно. Наверное, какое-то универсальное изобретение. Ученые изобрели, чтобы он мог и в невесомости, и в воздухе, в атмосфере, и даже под водой. Так, раз. Нам там сколько еще надо? Парочку, да, вроде этих камушков собрать. Так. Тут где-то, я так понял, что вот они, 2. Да, раз, 2. Уходим отсюда. Все. Как я правильно теперь думаю? Землетрясение. Да, когда берешь эти камни, начинается землетрясение и сильный выброс энергии горячий. Так, здесь, похоже, мы все уже собрали. Ладно, что тянуть-то? Делаем подводную лодку. Наутилон. Вот здесь вот на горочке ставим. Вот наша подводная лодка. Залазим в нее. Фонарики. И она не двигается. А знаете почему? Потому что вот внизу написано, создайте гидротермальный топливный бак для питания наутилона. В инвентаре с помощью... Так, погнали. Сейчас мы создадим этот, вот, геотермальный. Что здесь нужно? Соль как раз мы его собирали. Вот цитофосфат. Смотрите, как я интуитивно его собирал. И углерод. Углерод, скорее всего, тоже есть под водой. Создадим этот топливный бак. И... Ага. Так, здесь вот какой-то... Что это у нас? Ем. Гумбольтовый двигатель. Нужны две кислородные капсулы, чтобы этот двигатель создать. Да, вот заправьте гумбольтовый двигатель, используйте. Так, делаем две кислородные капсулы. Где у нас кислородные капсулы? Вот, кислородная капсула. Ферритная пыль. Как же меня это все добивает. Ладно, будем собирать ферритную пыль. Давно я уже не фармил. Все обычно покупаю. На базу приезжаешь, быстро все покупаешь. И не надо под водой вот это вот ничего. Ни под водой, ни на земле ничего фармить. Я не знаю, кстати, некоторые я вот видел на ютюбе, пишут о том, что No Man's Sky – это игра про фарм. Я честно говорю, я вообще не фармлю. Ну, может быть, там первый час, когда вот только-только ты появился на этом разбитом звездолете, для того, чтобы там все собрать и долететь до ближайшей базы. Возможно, там вот первый час-то что-то фармишь. Там и то только лишь для того фармишь, чтобы сделать вот различные приборы и все, что от тебя требует задание. Но фармить для того, чтобы деньги заработать. Я не знаю, ребята, это, конечно, не дело. Деньги зарабатываются на торговле. Как это сделать, я могу рассказать подробно. И надеюсь, что все. У меня гумбольтовый двигатель сейчас. Где он у меня? Мама. Я потерял подводную лодку. Вот она. Не бойся, Димон. Так, Димон. Так, разгружаемся. Ставим сюда. Давайте. Блин, я еще кислородный капсул не сделал. Погнали делать кислородную капсулу. Зато теперь ее не нужно искать. Раз. И там их две, насколько я помню, две. Все, создаем этот гумбольтовый двигатель. Заправляем его геотермальным вот этим вот цилиндром. И так, построить нутелеон. Что у нас следующее? Построили. Погнали. Красота. Испытайте подводную лодку. Спуститесь на глубину. Так, а как она спускается на глубину? А, он сам тонет, если ничего не делать. Понятно. Ну-ка, давайте. Так. Так, тут пока нету ни пушки, ни расщепителя. Скорее всего, это все... Я думаю, что все появится. Нам, скорее всего, сейчас, наверное, дадут по... Давайте проплывем так красиво. Высший пилотаж покажу вам. Вау. Медленно очень плывет. Нет никаких ускорителей. Так. Хотя, вот значок. Испытайте, спустившись на глубину. Будьте внимательны и старайтесь не упустить следы экспедиции незнакомца. И где же эти следы? Нет установленных сканеров. Как я должен найти? О, кстати. Че я эту плюту? Можно выйти и просканировать местность. Не прокатило. Наверное, в Hello Games подумали, блин, вот все такие умные. Взяли, просканировали. А дайте мы заблокируем эту возможность. Что сканер, который работает на земле, не работает под водой. А то, блин, такие умники, как Дима Калинин, будут сканировать у нас все под водой. И вот вам. А, кстати, может быть, попробовать... Давайте уж, если мы все пробуем, будем пробовать все. Усилитель сигнала ставим. И находим все, что рядом с нами. Найти строение поблизости. Прокатывает или нет? Давай, 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 давай. О, кстати, вижу, что тут мой звездолет недалеко на острове. Не потерять бы его. Да ладно, вы прикалываетесь, что ли? Земные объекты, торговый пункт. Блин, под водой тоже эта фигня не работает. Значит, только подводная лодка, которая у меня куда-то делась. Алло. Опять потерял подводную лодку. Да что ты будешь делать-то? Ищем. Вот она. Да. Это еще хорошо, что вода прозрачная. А то, знаете, вот если кто спускался на глубину, например, в валанге, знает, что на самом деле на дне практически ничего не видно. Там с фонариками, вот поэтому, кстати, светит свет, чтобы с фонариками хоть что-то видеть. Потому что на глубине, в большинстве случаев, ничего не видно. Есть, конечно, такие... Опа! Обнаружен повторяющий сигнал. Поплыли четыре минуты на этой тарантайке плыть. Блин. Что же делать? Четыре минуты плыть реальное время. Я, конечно, это вырежу, но так не делаю. Это сейчас будет четыре, потом еще четыре, потом, может, вообще разработчики подумают. А дайте-ка мы заставим сейчас игрока наслаждаться подводным миром, чтобы он там по десять минут плыл. Вот я понял, что вот эти редкие камушки, их нужно быстро собирать. И отплывать быстрее, а то сейчас землетрясение начнется. Вот. Наслаждаться... Вот, началось землетрясение. Наслаждаться подводным миром. Я, знаете, что думаю? Давайте попробуем прикол сделать. Я не буду туда пять минут почти плыть. Я сейчас вернусь на свой звездолет, долечу до туда. Скорее всего, там будет рядом остров. Потому что вот сколько я не летал по таким планетам, у меня уже опыт большой. Всегда есть какой-то остров. Где-то посреди океана. Мы долетим туда эти четыре минуты за секунд 10-15. Нет, по-самому, конечно, заключу. Интересно, батискав, что если на земле? Нет ничего, к сожалению. Ох ты. Иди по наводу. Не застревай в земле. Текстурочки. Так. Взлетаем. 80%. Отлично. Вот, за 30, за 25 секунд, за 20 секунд долетим. По пути ищем какой-нибудь остров, чтобы приземлиться. Туда. И потом просто вызовем батискав. Ну, согласитесь. Я, конечно, понимаю, что разработчики хотят показать нам такой суперкрасивый мир подводный. И я согласен с тем, что этот мир подводный. Замечательный, но четыре минуты плыть. Хотя, знаете, смешно. Я сейчас, наверное, больше потеряю времени. Ах, вы хитрецы. А, нет, вот есть у вас какой-то. Да, есть у вас. Хотел сказать, разработчики убрали, наверное, все острова. Специально для того, чтобы такие умники, как я, не летали на своих звездолетах. А как положено всем плавали. Это что за новое растение? Вот, смотрим. А, просто. Кстати, с каждым новым наполнением мне все больше нравится мир No Man Sky. Потому что реально все становится таким красивым. Пробуем. Вызовется ли у нас сейчас звездолет, вездеход? Наверное, да. Ну и все. Будем экономить кучу времени. Сколько вот сейчас реально? Всего одна минута. То есть мы сэкономили три минуты. Я, конечно, больше болтал. Но в следующий раз, если, не дай бог, там вообще будет пять или семь или десять минут плыть. Но, надеюсь, разработчики до такого свинства не опустятся. Так, а что мы плывем на воде-то? Плывем под водой. Чтобы наслаждаться красотой. Да, дополнение действительно очень классное. Чем-то напоминает так отдаленно. Забыл, как игра называется. Сам Намбул, как там про подводный мир. Я сам в нее, к сожалению, не играл. Надо будет, кстати, купить. Я видел у друга, он играл, говорит, вообще игра такая классная в стиме. Купил там на какой-то распродаже. Залит там на несколько месяцев. Наверное, стоит купить ее, тоже поиграть. Так, вот эти вот кристаллические сульфиды, насколько я помню. Там вот эти вот жемчужины прячутся. Но мы не будем отвлекаться. Мы сейчас подплываем к затонувшему сооружению для того, чтобы спасти пропавшую экспедицию. Не знаю. Возможно, они живут под водой. А возможно, добавят подводные базы. Кстати, это было бы очень классно, если бы добавили подводные базы. Вот это да, смотрите, там какой-то глаз. Он мне не нравится. Давайте отплывем от него. Сейчас съест. У меня просто уже привычка. Я тут играл на перманентной смерти. Сделал самое редкое достижение в игре. То есть я до перманентной смерти прошел через центр галактики. Поэтому у меня уже такая привычка. Никому не верить. Я даже сейчас приготовлю пистолет. Если этот что-то со мной будет делать, придется в него стрелять. А он как раз у входа стоит. Так, это явно сделано для глубинного ужаса. Застрелить его нужно. Смотрите. К тому же слово ужас. Давайте застрелим в панцире. А, понял. Надо в глаз стрелять. Он закрывает глаз только в момент открытия. Так, глаз интересно что-то стоит. Гипнотический глаз. И стоит он, живая жемчужина, вот. 57 тысяч. Так же, как и яйца этих чужих. Примерно так же. Ну, сейчас мне это уже не интересно. Но те, кто начал игру, конечно, могут на этих глазах неплохо заработать. Посмотрите, так каждый глаз по 57 тысяч. Так, смотрим. Что здесь нам готовит судьба? Несмотря на повреждения главной компьютер-станции, похоже, работает. Тот, кто был здесь до вас, явно открывал местные записи. Последним действием в журнале компьютера числится загрузка глубоководного сканера. Отлично, мне сейчас дадут его. Но здесь что-то не так. Все временные метки стерты. Понять, когда здесь был экипаж разбившегося судна, невозможно. Может ли быть так, что при последнем посещении это место еще находилось на суше? Какие бы ужасы не скрывались снаружи, они явно последовали сюда за уцелевшими. Но что их сюда привело? Разве только что загрузить планы сканера? Ага. Ну вот мне, наверное, так все потихонечку будут давать. Там сканеры, расщепители, пушку, там ускорители и целевой рефрактор. Кстати, я его давно искал. Иногда он так бывает нужен, чтобы он прям был под рукой. А приходится на базу летать и его там искать. Так, критический запас кислорода. Что-то это С-очка у меня. Нифига не С. Соберите. Что тут еще есть-то хорошего-то? Давайте соберем, напомните, запас кислорода. Во. Ну, я думаю, здесь, как обычно, микросхемы. Реликвия геков. Ну, тоже понятно. Так. Установите глубоководный сканер. Да я-то его установлю, если вспомню, где с той стороны, где моя подводная лодка. Хорошо, что у меня-то сканер работает. Сейчас я установлю сканер в подводную лодку. И будет намного проще уже путешествовать. Хотя и очень медленно. Есть, кстати, у меня сейчас пришла в голову идея. А что, если к этому наутилону... Ну, смотрите, какой интересный камень. Ну, вот помните, у нас же был по квесту специальный такой... Вайкин, который... Вайкин, который... А, это обычная панцирная устрица. Вайкин, который нам вездеходы чинил, там же сейчас добавили, помните? Кучу всего интересного. Может быть, там тоже есть какие-то улучшения для вот этого вездехода. У нас это обычный вездеход, как нам написали, что это обычный вездеход. Значит, у Вайкина должны быть ускорители, там всякие пушки, возможно, даже. Так, ну вот мы сели. А, нужно установить этот сканер. Так, здесь у нас будет вот эта полосочка для двигателя. А вот здесь давайте сделаем, будет полосочка для сканера и всяких... Ну, солевой рефрактор. Вот нам как раздали кристаллический сульфид. Еще один нужен. Делаем солевой рефрактор. Из чего он, кстати, там делается? Из соли, наверное? Ну да, естественно. И плывем до ближайшего ворота. Вот опять эта штука. Подводная лодка классная, только очень медленная. Такая медленная, как водители в нашем городе, которые на зеленый свет стартует на пятую, там, седьмую секунду. Так, отплываем быстрее. Это сейчас взорваться все начнет. И ставим давайте этот сканер. Наконец-то уже. Вот он. Все. Сканер поставили. Так, еще одно задание мы сделали. Приближаемся все ближе и ближе к пропавшей экспедиции. Используйте глубоководный сканер для поиска затонувших сооружений. Включите глубоководный сканер с помощью быстрого меню X. А, смотрите, как интересно. Можно искать под водой разбившиеся звездолеты. Можно искать грузовые корабли. Так как на суд, что здесь под водой. Затонувшие постройки и даже затопленные руины. Но нам на что-то было написано, затонувшую постройку какую-то найти. Давайте попробуем затонувшую постройку X. Обнаружено затонувшее здание. Где оно у нас? Так. Не понял? Вот оно. Две минуты. Не знаю, что тут быстрее. Давайте быстрее на все-таки долететь. Заодно всегда звездолет будет рядом. Тем более, плыть почти туда же. Единственное, что я думаю, что когда под водой плывешь, возможно, тебе попадаются какие-то новые приключения, новые квесты. Но не знаю. Мне кажется, зная и уже изучив стратегию Hello Games, это будет вряд ли. Потому что даже, смотрите, подводный мир, да, он стал очень красивый, очень разнообразный. Но вот даже вот те же здания, например, мы могли бы сделать какие-то подводные. Они просто взяли то, что было на земле, различные строения, и переместили их под воду. Мне даже показалось, там кое-где даже трава видна, как наземная. Может быть, знаете, что имеется в виду, что так резко затопило эти наземные... Ну, вот здесь вот так резко пребывала вода, что затопило все эти здания. И поэтому они ушли под воду, и поэтому у них и вид такой подводный. Мне надоело так долго плавать. Я решил попробовать сделать фишку, поставить какой-нибудь ускоритель. И я сейчас слетаю себе на базу быстро. На планете все обозначено, никуда ничего не денется. Веческав можно вызвать, как мы знаем. И попробую какие-то ускорители, может быть, там, расщепители. Вот такой лайфхак. Кстати, может быть, в дополнение, что-то добавили на базе. Сейчас проверим быстро базу. Я всегда обычно хожу вот к тем, кто продает всякие скафандры, звездолеты. Вот там мультитулы, улучшения. Давайте к ним, как обычно, сходим. Так, стоп, не понял. Раз, два, три, четыре. Четыре! Обратите внимание, теперь стало четыре окошечка. Раньше было три. Кто же из них? Это мультитульный чувак. У него, наверное, все новое здесь. Давайте быстро посмотрим. Скопление нанитов. Здесь все то же самое. Это я специально не беру, мне не хочется. Так, второй чувак. Вижу звездолеты. Интересно, кто же там третий-то добавился. Может быть, а, наверное, как раз подводная лодка. На звездолете это я тоже. Опа! Смотрите. К звездолетам добавился. Теперь на грузовой корабль можно поставить новый варп-двигатель на 200 световых лет, на 300 световых лет и на 800 световых лет. Солевой рефрактор, контейнер для антиматерии и Индии. Так, это самый максимальный? Да. Ну, конечно, мы берем самый максимальный. Покупаем. И поставлю, когда... Так, ну, наверное, по привычке уже возьмем эти навигационные данные. Алло. Навигационные данные. Они берутся. Прикольно. Вон, да. А, там везде... Так, я не понял. А где же мой тогда вездеходный мастер? Продавец технологий. Здесь все то же самое. Ну, давайте вот это вот интересней. Да, это все, что относится к вездеходам. Ну, как я сказал уже, что подводная лодка, это же тоже вездеход. Вот. Пушка наутилона. Расщепитель и улучшение гумбольтового двигателя. Топливная эффективность улучшается. Ну, давайте купим. Раз. Так. Расщепитель два. Ну, и ладно, тут дешевые по 253. Раз, у нас есть такие технологии. Я почти уверен, что есть и всякие модули улучшения. Вездеход, вездеход, вездеход. Вот. Гумбольтового. Модуль пушки. Так. А, вот. Надо искать вот эти вот S-очки. Они самые лучшие. Модуль пушки. Ну, пушка я не считаю. Расщепитель. Тоже не люблю. Нам что-нибудь. Двигатель и ускоритель нужен. Так. Вот. Пушка. Расщепитель. Вездеходы. Да ладно. Вы прикалываетесь, что ли? Модуль расщепителя. Гумбольтового двигателя. Ускорение. Топливная эффективность. Блин. Неужели бы придется покупать? С, 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 С. Вот. Модуль расщепителя. Модуль пушки. Модуль гумбольтового двигателя. Блин. А возможно, знаете что? Разные. Придется пока бы купить. Давайте пока бы купим. Установим тоже все. На разных станциях, я думаю, скорее всего, есть разные модули. Так же, как и всегда. Ёх, какие тут корабли-то. Смотрим. Это у нас БС-29. Сюда люблю такие маленькие. Но у них мало, к сожалению. Так, ну и заодно уж давайте слетаем сюда. Так, смотри. Не за день. Так, что вы тут нам скажете, Корваксы? Предложить помощь? Мне сейчас не до помощи. Я потихонечку уйду. Пусть он занимается своими делами. У нас странники тоже уже не нужны. Блин, слетать на базу, что ли? Я не помню, где у меня на базе. Но вот это вроде самый первый. Этот. Мастер по вездеходам. Я думаю, у него есть все в огромном количестве. Мы сейчас быстро возьмем ускорители, улучшители, скорость двигателя. Такой лайфхак сразу вам говорю. И будем уже наслаждаться на хорошей скорости подводным миром. Не боясь там акул и всяких других животных. По привычке все соберем быстренько. Ну чего? Крайкинский идол. Так, анализатор. Кстати, возможно, что-то добавили еще. Исследование чертежей. Вау! Стеклянные коридоры добавили. А раз добавили стеклянные коридоры, значит, и добавили модули для подводного мира, я думаю. Так, снаряжение тоже, украшение. Вот, подводный строительный модуль. Что для него нужно? Чистый феррит. Чистый феррит. Сейчас мы быстро надыдем чистого феррита. Так, а где у меня этот? Алло, ты что, от меня ушел? Вот он стоит, ждет меня. Здорово, мужик. Расскажи мне, пожалуйста, у тебя есть какие-нибудь модули? Обнаружил еще одно интересное место. Ой, знаешь, я рад был тебе сейчас помочь, но у меня там на другой планете, вообще, может быть, даже в другой галактике, ждет пропавшей экспедиции. И я хочу у тебя быстро модуль гумбольтового двигателя. Или это все то же самое, расщепители отдала. Вот, модуль гумбольтового двигателя S. Ускорение топливных телес и максимальная скорость. Давайте его возьмем. Так, пушка нам, скорее всего, так дадут. Давайте хоть что-то оставим для самой игры. Все. Ну, покажу свою базу. Базами я увлекался в самом начале, строил такие большие, красивые, высотные базы. Потом что-то мне надоело, я все снес и вот оставил себе обычную такую базу. Кстати, сборщик кислорода, кислород нам сейчас нужен будет. Его постоянно не хватает в этом подводном мире. И азот, атмосферный комбайн, ну что ты не берешь сюда. Вот, берем азот для того, чтобы делать там азотную соль. Хотя сейчас тоже уже стало неинтересно. Там у нас медь собралась. Ну, давайте быстро долетим до меди. Соберем ее. Раз уж мы сюда приехали, на нашу базу. Что вообще происходит-то? Мы быстро все соберем. Итак, мы обратно возвращаемся на нашу водяную планету. Нужно было, кстати, на самой планете тоже быстро какую-то базу поставить, для того, чтобы туда быстро возвращаться. Сейчас нам придется лететь на звездолете. Посмотрим. Может быть, тут специальные игроки, разработчики предусмотрели что-то интересненькое. Продавайте. А, нам нечего, наверное, продавать. Вот водоросли продадим, они не нужны. Гипнотический глаз, а вдруг он нужен? Да ладно, продадим. Мы еще их 100 штук соберем. Так, мозги, цитофосфаты, нужная вещь, как оказалось, живая жемчужина. Тоже мы там видели, чтобы какой-то батискав, что ли, строить, нужно тоже. И все остальное продавать нечего. Теперь, что купить? Уран, парафин, ржавчина, микропроцессоры, рунные батареи, кобальтовое зеркало, ферритная пыль. Здесь так много ферритной пыли. Давайте ее возьмем. Кислородная капсула. Ой, ладно, мы ее сможем создать. Она же из кислорода делается. Все, погнали обратно. Мне уже не терпится вернуться и установить различные модули. Кстати, если вы помните, я же купил модуль еще и для своего звездолета. Мы сейчас будем пролетать мимо него. Может быть, залететь, быстро поставить модуль звездолета, чтобы он не мешался. Вот мой корабль и мой флот. Про секреты флота я вам тоже расскажу. Здесь очень много нюансов, много очень секретов. Например, какие лучше всего звездолеты выбирать, как их правильно выбирать. Ну, как посылать, я думаю, вы уже и сами разобрались. Но вот именно в выборе звездолетов есть несколько нюансов, которые я нигде не видел. Ни в англоязычных, ни в русскоязычных, в ютюбах. Вот мне рассказывали об этом. А я с флотом разбирался очень тесно. У меня по флоту знания просто такие глобальные. Так, мы прилетели на звездолет. Давайте быстро установим на него. Мы купили сверхзвуковой какой-то гипердвигатель. Сейчас сначала посмотрим, могу ли я его. Во, он просто может устанавливаться. Так. Солевой рефрактор и пять контейнеров для антиматерии. Делаем быстро солевой рефрактор. Солевой рефрактор. Ой, мамочки. Солевой рефрактор. Ну, давайте здесь прям сделаем. Солевой рефрактор и пять контейнеров для антиматерии. Вот они. Так. Раз, два, три. Так, пять. Все. И устанавливаем. Смотрим для начала. Сейчас у меня дальность сто двадцать восемь световых лет с копеечкой, с хвостиком, с маленьким. После установки вот этого грузового варп-реактора. Та-дам! Тысяча двести девять световых лет. Во, как мы можем. И сюда, я так понимаю, можно поставить Б и С. И наш, вот этот вот гипер... Ну, наш основной материнский корабль будет прыгать вообще там в далекую-далекую галактику. Ладно, погнали. Очень рад, что наконец-то это добавили. Я всегда думал, что здесь добавят, какие нюансы. Ну, вот, вот такие вот моменты добавили. Покажу, как мы вот в следующий раз вам свою базу. Она у меня тоже очень интересная. Тоже есть несколько различных манесов. Корабль у меня А-класса, я вам показывал только что. С-класс пока никак мне не попадается, но такой А-класс на 33 ячейки. Такой классный, мне все нравится. Так, надо найти эту планету. Так, это неизвестная, а мы свою уже открыли. Иначе ищем ее в другом месте. Так, это точно не она, это какая-то агрессивная, наверное. Изотопная. И где-то здесь тоже неизвестно. Сейчас мы найдем нашу планету. Так, вот эту планету мы просканируем. Жаркая планета Солани. Да, вот где-то здесь у нас находится. Все это. Спасибо. 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 Продолжение следует...